В эфире Инаульского телевидения информационный выпуск новостей в студии Алсу Щепотева. Здравствуйте! Включите свет! Социальный проект с таким говорящим названием стартовал в нашем районе в июне прошлого года. Его участниками стали не только люди с ограниченными возможностями здоровья, но и многочисленные партнеры проекта, тренеры, волонтеры и просто неравнодушные люди. В понедельник, 27 июля, в праздничной атмосфере его организатор Совет Женщин Инаульского района подвел итоги его реализации. Благодаря этому проекту у нас появилось у Совета Женщин, я так скажу, много друзей. Гостей и друзей проекта встречали в открытом читальном зале Центральной районной библиотеки. Со словами признательности ко всем участникам проекта обратилась председатель Совета Женщин Инаульского района Ильсияр Проскурякова. Как отмечают сами организаторы, без многочисленных партнеров и волонтеров было бы невозможно реализовать такой масштабный проект. В этот день его активисты были отмечены почетными грамотами и приятными презентами. Проект «Включите свет!» помог наладить тесные контакты с местными организациями Всероссийского общества слепых городов Ижевск, Сарапул и Нистикамск. В этот день они также были приглашены на праздник. Отдельным подарком был отмечен и самый активный участник проекта Владислав Глухов. Праздник продолжился в здании библиотеки. Здесь прошли соревнования по настольному теннису шоу-даун. Желающих поиграть в эту увлекательную игру становится только больше. Есть и те, кто сегодня впервые встал за стол, но уже успел втянуться в процесс. Мы подвели итоги по завершению реализации проекта «Включите свет!» за счет фонда президентских грантов. Проект был очень сложный. Во-первых, мы взяли очень много направлений. Но несмотря на то, что сложно мы реализовывали этот проект, я очень довольна. Во-первых, люди узнали о настольном теннисе шоу-даун. Он только у нас в республике развивается и набирает темпа. Есть люди, в частности Павел Сафоновский, я познакомилась из города Кумертау. Он много сил вкладывает о развитии спортивной игры, настольный теннис. И, естественно, наш самый активный участник Владислав Глухов стал, можно сказать, даже знаменитым не только нашей республики, даже далеко за ее пределами. Он и сейчас ездит на чемпионаты, на другие города. И, во-вторых, хочется сказать, благодаря этому проекту о нас узнали многие. Вот, например, приехали к нам люди из города Ижевск, из города Сарапол, из города Нефтекамск. Значит, у нас друзья появились. И у нас сейчас тесное взаимное сотрудничество продолжается. Несмотря на то, что мы завершили реализацию этого проекта, на этом мы не будем останавливаться. Наш самый основной партнер – это центральная районная библиотека. В этом направлении волонтеры, работники центральной библиотеки будут продолжать эту работу. Тем временем на втором этаже расположились любители тихих настольных игр. Здесь прошел мастер-класс по сборке кубика Рубика. Участники с удовольствием играли в шашки и домино. Я второй раз, 1 июля, день всенародного голосования, здесь побывал. Вот сейчас приехал, вот послушал. И у меня обращение к людям с ограниченными возможностями, то бишь к инвалидам. Не сидите дома в четырех стенах, в своих комнатах, в своих домах, в своих квартирах. Выходите в люди. Будет для вас очень что-то, вы новое узнаете. Кто-то найдет свою половинку, кто-то еще другие впечатления. Жизнь не заканчивается на этом, что ты инвалид. И к нам отношение уже изменилось, там было прохладное отношение. А сейчас каждый, даже в детский садик ходит, ребенок помогает. Не даст тебе упасть, проведет тебя туда, куда тебе нужно. Я считаю, что проект нам очень помог. Мы получили позитив, энергию с этого проекта, знакомство. И надеюсь, что будет продолжаться этот проект. Он вытащил меня из дома, так сказать. Собираемся, играемся. Я захотел ездить, соревноваться, показывать себя. И опять-таки это общение новое, знакомство, новые люди. Так что хотел посмотреть на других и себя показать. Победители соревнований были награждены дипломами и призами. А как признаются все участники и гости этого дня, приятными бонусами ко всем подаркам стали хорошее настроение и желание жить активной жизнью. 27 июля на оперативном совещании в правительстве Республики Башкортостан министр земельных и имущественных отношений Наталья Полянская рассказала о том, какие льготники смогут получить единовременную денежную выплату взамен предоставления земельного участка. Речь идет о жителях, воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей, а также имеющих несовершеннолетнего ребенка-инвалида, которые стоят в очереди на предоставление бесплатного земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Ориентировочно с сентября 2020 года с согласия очередников взамен земельного участка они смогут получить единовременную денежную выплату в размере 250 тысяч рублей. При этом приобретаемое строящееся жилое помещение или жилой дом, а также земельный участок должны находиться на территории Республики Башкортостан. 31 июля состоится один из главных мусульманских праздников – Курбан-Байрам. Глава Башкортостана Ради Хабиров особо подчеркнул, что все торжественные мероприятия нужно проводить, соблюдая санитарно-эпидемиологические нормы и правила. С 2018 года в муниципалитетах для ритуальных целей выделили изолированные площадки, где работают ветеринарные инспекторы. Каждое животное проходит обследование, процедуры идентификации и регистрации в единой информационной системе. Ради Хабиров поручил главам муниципалитетов лично проверить площадки для убоя скота, подготовленные Курбан-Байраму. Кроме того, на заседании обсудили вопросы жилищно-коммунального хозяйства. В 2021 году в Башкортостане отремонтируют 2 112 подъездов. Работу завершили в 12 муниципалитетах республики. Еще в 38 городах и районах план выполнили более чем на 80%. Полностью годовой объем в Башкортостане выполнят до 1 октября. В 13 подъездах, где проживают инвалиды-колясочники, установят специальные пандусы, скорректировав объемы работ в связи с коронавирусом. Современный фиброколоноскоп с видеосистемой поступил в Центральную районную больницу в начале июля. Это событие стало долгожданным как для медицинских работников, так и для многих иноульцев. Новое оборудование позволяет своевременно выявлять на ранних стадиях такие серьезные заболевания, как полипы и рак прямой кишки. 24 июля для прохождения исследования записались первые пациенты. К нам поступают больные, обращаются на исследования с подозрением на онкологию, на кровотечение, на любые другие проблемы, связанные с толстым кишечником. Записаться можно через специалиста, через электронную запись. Новый аппарат позволяет непосредственно благодаря наличию экрана более объективной визуализации толстого кишечника записать на флеш-карту. И для дальнейшего консультации с другими специалистами возможно дополнительное и оперативное лечение уже. Удаление полипов, образований в толстом кишечнике, проведение лечебных процедур. Для прохождения этой процедуры необходимо тщательная подготовка толстого кишечника, выполнить все требования по очистке толстого кишечника. В противном случае исследование будет проведено не так тщательно, ввиду плохой визуализации. В рамках республиканского проекта «Башкирские дворики» в нашем городе продолжаются работы по благоустройству дворовых территорий. Так, часть работ во дворе домов 36 и 42 по улице Худайбердина уже завершена. Однако самая яркая составляющая проекта еще в процессе реализации. Свой арт-объект здесь создает молодой художник Ридаль Бадреддинов. Буквально на глазах на стене рождается сюжет из башкирского эпоса. О том, как возникла идея и как будет выглядеть законченная работа, нам рассказал ее автор. Идею подкинула главный архитектор города. Все-таки это как сказочный персонаж. Здесь у нас Батыр из легенды башкирских сказок. Также его верный конь. Башкирские орнаменты. И также была идея написать орла. И также утвердили орла. Он будет на крайней стене. Будет синее небо и летящий орел. Многие подходят, фотографируются. Всем очень нравится, я спрашиваю. Также вот эту вот картину мне помогали друзья рисовать. И одногруппники по колледжу, по школе. Но их сейчас нет. Тоже работают, все заняты. Приблизительно два месяца вот это вот все создать. Вот этот проект мы сделали примерно за три недели. И еще предстоит работать две недели. Потом перейдем на следующие стены и будем рисовать уже орла. В целях реализации государственной программы сохранения и развития государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан в марте-апреле 2020 года Министерством образования и науки Республики был проведен конкурсный отбор для оснащения кабинетов русского языка и литературы, башкирского языка и литературы, мультимедийными комплексами. По итогам конкурса победителями стали 32 учебных заведения, в их числе и Янаульский лицей. Сейчас здесь идет установка нового оборудования. Конкурс выиграли по ряду причин. Одна из них – это самый большой охват учеников района, именно в лицее. С 1 по 9 класс ученики лицея все изучают и родной башкирский язык, и государственный башкирский язык. Поступила пока интерактивная доска, короткофокусный проектор. Ожидается поступление в августе МФО, принтер, сканер, копир и ноутбук для интерактивной доски. У учителей уже большой опыт, тоже свой опыт создания таких вот интерактивных элементов на уроке, использования интерактивных элементов. Мне кажется, интерактивная доска здесь только им в помощь. Всем на доске рукой писать. Здесь уже ученики сами выходят, выполняют задания прямо на интерактивной доске. На этом только не хотим остановиться, но хотим вовлечь в изучение башкирского языка. И желающее взрослое население и на углу будем открывать кружки для изучения башкирского языка. Ранним утром небольшими компаниями они отправляются в секретных направлениях в поисках добычи. Настоящие знатоки никогда не выдают свои рыбные и грибные места. Благо в нашем районе грибы можно найти и в близлежащем сосновом бару, и в березовой посадке. Поэтому никакого секрета нет. Выбирай и собирай грибы какие душе угодно. Больше всего Монзеля Хайдаршина любит собирать белые грибы и опята. Признается, грибы и ягоды это не просто увлечение, а уже диагноз. Как только на рынке появляются первые торговцы грибами, она вместе с семьей отправляется в лес на разведку. Сегодня улов получился хоть и небольшой, но весьма удачный. В корзинке маслята, рыжики, есть и так называемые царские грибы. На первый взгляд несъедобные, но знатоки уверяют, при правильном приготовлении вкусные. Увлечение бабушки и дедушки поддерживает вся семья. Разбирается в грибах и дочь Алсу, и восьмилетний внук Ридаль. Сложилась такая традиция, что мы изначально ходим за ягодами, потом за грибами, начинаются грибы. Собрала волнушки, я их солю, маслята, также собираем белые грибы, солим, маринуем, жарим, сушим, пироги делаем, всякое такое, икру, замораживаем. Наленько, поехали за грибами. И вы соглашаетесь? Да. Ты любишь грибы себе? Да. Белый гриб, маслята и рыжики, которые червявые, они несъедобные. Вначале варим, потом жарим. Куда? Потом кушаем. Удачная прогулка по лесу для каждой хозяйки непременно заканчивается на кухне. После тихой охоты здесь начинаются шумные водные процедуры. Грибы варят, парят, жарят и маринуют. Каждый год Манзеля Хайдаршина маринует и солит сотню банок грибов. Маслята, рыжики, грузди. Съесть такое вдвоем с супругом нереально. Но грибы не просто вкусное угощение, но и хороший гостиниц. У каждой хозяйки есть свои проверенные годами и гостями любимые рецепты. Помоешь, потом кипятишь 10-15 минут, а рассол отдельно кипятишь. По банкам приправа и уксус ложишь, грибы ложишь, потом рассол и закатаешь. Закрываю теплой одеялой до утра. Сам по себе это стилизуется. Сбор грибов – занятие весьма увлекательное. С этим не поспоришь. В этом деле главное не терять осторожности. При правильном подходе к такому спорному продукту, как грибы, можно запастись ими до нового сезона. А в суще потило Марсель Хабиров, Максим Юферов, служба новостей, Янаульское телевидение. И это, пожалуй, все новости к этому часу. Берегите себя, оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Северо-западный, северо-западный – 3,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 15, днем плюс 19, плюс 23. Северо-западный – 3,9 метров в секунду. Северо-западный – 3,9 метров в секунду.